Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. Сегодняшняя программа будет посвящена теме развития районов, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС. Знакомьтесь с нашей гостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2003-м Академия управления при Президенте Республики Беларусь. В органах исполнительной власти Людмила Лисюк с октября 1991 года работала заведующей сектором по делам молодежи отдела координации социально-культурной сферы, заместителем председателя комитета по делам молодежи. На нынешней должности отстаивает интересы области, являясь членом конкурсной комиссии Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, а также Республиканских координационных советов по проектам международной технической помощи. За многолетний добросовестный труд Людмила Владимировна награждена грамотами Гомельского облсполкома, Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС при МЧС, Национального собрания Республики Беларусь, медалями Союза ветеранов Чернобыля и Республики Казахстан, Союза Чернобыля Российской Федерации, Росатома. На вопросы, которые касаются развития пострадавших территорий, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 77-68-45. Здравствуйте, Людмила Владимировна. Здравствуйте. Людмила Владимировна, вы помните, как вы узнали о том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, и как это событие в 1986 году переживала ваша семья? Ну, в 1986 году, именно 26 апреля, получилось так, что я была в командировке Витебской области. Кстати, это область, которая не пострадала, от Чернобыля меньше всего пострадала. И мы приехали после командировки 27-го в Гомеле, как бы было тихо немножко, только были разговоры. К сожалению, получилось так, что информации было немного в первые дни, аварии мало. И мало не потому, что кто-то замалчивал эту информацию. Просто та катастрофа, та авария, которая произошла на Чернобыльской атомной станции, она была в мире такой не было. И, конечно, никто не знал. Думали, ну, это пожар, обыкновенный пожар, который со временем пожарники потушат, и никаких не будет проблем после этого. А получилось как, что это Чернобыльское обрако, оно накрыло не только Республику Беларусь и Российскую Федерацию Украину, но и дошло до всей Европы и до стран Скандинавии и Англии. И, конечно, пришлось принимать какие-то определенные меры. Ну, у меня сестричка в Мозоре живет, и моей племяннице на то время было 4 годика. Конечно, всех отправляли в первые месяцы, начиная с мая, июня, июля, на все лето отправляли на чистые территории Российской Федерации. Я знаю, что они в Уфу ехали, потому что старались и беременных женщин, и детей именно прежде всего эту категорию населения каким-то образом защитить. А когда вы уже осознали весь масштаб произошедшего, потому что, наверное, вам с вашим образованием это было понятно уже, что произошло и что будет сейчас, не было соблазна уехать из страны? Ну, я вам хочу сказать честно, соблазна уехать не было. Ну, конечно, май месяц мы уже стали понимать, что произошло, потому что шла эвакуация населения из 30-километровой зоны. Это, естественно, наши Чернобыльские и Южные районы, Брагинские, Наравлянские и Брагинские, Наравлянские и Хойницкие районы, а те, которые ближе всего находятся от Чернобыльской атомной станции, на территориях которого сейчас расположен заповедник 216 тысяч гектаров. И, конечно, это было понятно, что масштабы аварии таковы, что на этих территориях, хотя людям и говорили о том, что вы с собой вещи не берите, и, может быть, вы через там некоторое время, 2-3-4 дня вернетесь. Но люди, которые работают в физике, я по образованию физики, я, конечно, прекрасно понимала, что люди на эти территории не вернутся. Людмила Владимировна, наши корреспонденты записали воспоминания людей, которые проживают на загрязненных территориях, и поинтересовались у современной молодежи, что они знают об аварии на Чернобыльской АЭС. Давайте посмотрим. Мой папа говорил, что, возможно, это произошло, потому что люди не знали атомы, и, получается, атомы, то есть перегрев произошел в блоке, ну, грифель там что-то стерся, и все, то есть уже не могли остановить вот это сопротивление, и все, взорвался по этому атом. Мне тогда было 17 лет, я не понимала трагедии, которая в самом деле произошла, и масштабов этого события не могли отценить тогда, но то, что люди покидали свои насвеженные места, покидали деревни, коллективно уезжали школы автоколоннами в другие места, более безопасные для жизни, здоровья детей, это было. Это большое горе. Когда случилась авария, у меня были детки, дочка ходила восьмой, а мальчик ходил в третий. Четыре часа ночи их погрузили и увезли. Ну, конечно, большое горе, но мы покуда восстанавливаемся, живем. У меня, получается, мой дядя, и он жил тут неподалеку, его деревню захоронили, и теперь он живет в Минске, то есть вот так вот переселили его. Чернобыль для меня ассоциируется прежде всего с отселенными деревнями, с их судьбами и судьбами их жителей. Это, пожалуй, для меня это нереализованные мечты, нереализованные желания, нереализованные возможности. Это ужасная трагедия, конечно же. Очень много людей и семей это затронуло. Это ужасная трагедия, очень много людей погибло. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы такое впредь не повторялось, чтобы все были живы и здоровы. Мы продолжаем диалог, говорим сегодня о развитии пострадавших в результате аварии на ЧАЭС территории. Людмила Владимировна, а почему так важно нам знать и помнить эту печальную страницу нашей истории? Как вы думаете? Я вам хочу сказать, конечно, мы уже говорим о том, что авария, произошедшая в одной стране, превратилась в катастрофу для многих стран. И я вот с удовольствием посмотрела этот сюжет. Я являлась членом конкурсной комиссии, когда в Республике Беларусь у нас есть такой российско-белорусский информационный центр по Чернобылю, который в Минске есть. И в рамках союзной программы, одной из союзных программ у нас в Республике Беларусь, три была реализована. И сейчас реализована до конца этого года четвертая программа совместно с Российской Федерацией. И когда я была членом одной из этих конкурсной комиссий, и в этом же сюжете студенты писали сочинения о том, каким образом они видят и что они знают о чернобыльской трагедии. Я вам хочу сказать, дети, которые уже родились, потому что это же студенты, после 1986 года, и я из этих ста сочинений, которые мне дали, там не было видно, откуда они, из каких районов. И мне нужно было, как члену этой комиссии, посмотреть, выбрать, какое из этих сочинений что собой представляет. Я, конечно, была в восторге от нашей молодежи. И я, во-первых, немножко, если честно, говорю, я даже расплакалась, когда некоторые сочинения читала, думаю, боже мой, какие же они молодцы. Сколько немного знают, насколько они красиво, насколько они проникновенно пишут, не зная этой ситуации, а только слыша ее от своих родителей о том, что произошло в 1986 году. И это память человеческая, это очень важно. Я хочу сказать, за эти 30 лет, что произошли после аварии, мы уже видим то, что люди хотят жить на своей земле, они хотят жить в своих деревнях, они возвращаются туда. У нас есть такое понятие, как самоселы. Но кроме этого, очень многие люди, которые получили квартиры на чистых территориях, они вернулись в свои районы. И поэтому для нас очень важно социально-экономическое возрождение, реабилитация этих районов, чтобы эти люди могли жить на своей земле. Не только приходить к памятникам возлагать цветы и быть на тех кладбищах, которые там остались, но и жить на тех территориях, в тех населенных пунктах, которые реабилитированы, которые остались, в которых живут сегодня люди. Это очень важно для человечества. Спасибо большое, Людмила Владимировна. У нас есть первый телефонный звонок сегодня. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос в эфире. Здравствуйте. У меня такой вопрос. В свое время проживали в Ветковский район, в деревне Гибки. В настоящее время эта деревня выделена. Там же с моими родителями проживала племянница. У нее есть карточки, запись, что она там находилась на учете. Жилищный вопрос. Очередь не использована. Что ей нужно сейчас, чтобы стать на чернобыльскую очередь и получить жилье? Скажите, пожалуйста, почему 30 лет вы никак не занимались этим вопросом? У меня вопрос. Хотелось бы, чтобы отвечали по вопросу вначале моему, а не вопрос на вопрос. У вас поняли. Спасибо. Возьмите, к сожалению, я не расслышала имени отчества, не могу обратиться по имени отчества, женщине, которая сейчас звонила. Я хочу сказать, у нас таких населенных пунктов в Гомельской области более 96. Около 100 населенных пунктов, которые сейчас на территории, на карте Гомельской области, они уже не существуют. И, конечно, мы делали переселение 22 года практически. До 1 января 2008 года у нас каждый человек, который и хотел, и имел возможность переселиться на чистую территорию. Государство затратило огромные деньги. Если говорить про Гомельскую область, это 93 тысячи семей не человек, а семей, которые переселились на чистые территории. Если про всю республику говорить, это 130 тысяч семей, которые переселились на чистые территории. И, конечно, каждый человек мог написать заявление и переселиться. Но вообще, я вам хочу сказать, в любом случае нужно подходить индивидуально. К сожалению, на сегодняшний день, уже с января 2008 года переселение закончено. Правительство приняло решение, потому что мы уже стали отселять третье поколение. Мы отселяли родителей, их детей и уже внуков. Поэтому, у кого было желание по заявлению, все свои возможности, реализовали это право получения бесплатной квартиры, бесплатного жилья на чистых территориях. Мы не знаем, что там, конечно, происходило в этой семье все это время, почему они этим правом не воспользовались. Можно позвонить, мы проконсультируем, отследим эту ситуацию. Может быть, просто подскажем какие-то другие варианты. Но, конечно, не получение уже жилья на чистых территориях. Но, может быть, какие-то другие варианты. Но в комитет можно обратиться с этим вопросом. Конечно, конечно. Мы всегда открыты. У нас нет такого, что у нас приемный день, допустим, четверг, хотя там по графику стоит четверг. Мы принимаем людей весь рабочий день. И неважно, даже если рабочий день закончился, люди приходят. Мы всегда рады, мы отвечаем и стараемся каждому человеку помочь, подсказать и дать юридическую консультацию. Спасибо, Людмила Владимировна. Давайте продолжим. Мы говорили о том, как важно и почему нам важно помнить об этой трагедии, о дне этой трагедии. Скажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы на Гомельщине к этой дате, к 26 апреля? Ну, я вам хочу сказать, к этой дате у нас запланировано очень много мероприятий. Когда мы, скажем, их обобщили, это было более 500 мероприятий на всех территориях. Не только чернобыльских, а весь наш город Гомель и 21 наш район в каждом районе. Но если говорить об основных мероприятиях, у нас вот в преддверии 26-го у нас уже начались эти мероприятия. У нас пройдут очень-таки интересные научно-практические конференции с участием всех стран мира. У нас и приглашены, и японцы приезжают, и россияне, и украинцы, и Соединенные Штаты Америки. Они принимают участие традиционно в наших научно-практических конференциях. Такая крупная научно-практическая конференция остается в институте, не в институте, а в Центре радиационной медицины и экологии человека. Вы знаете, это в Белице. У нас в преддверии 26-го апреля и 26-го апреля у нас проходит легкоатлетический пробег колокола Чернобыля, велосипедный пробег, брагинская десятка, которая начинается в Гомеле и в Брагине. Кстати, на сайте облсполкома эти мероприятия вывешены. Кроме этого, я хочу сказать, у нас в каждом районном центре хойники Наровля, Брагин, Корма, к памятникам отселенным деревням в Брагине, к памятнику Игнатсенке, будут, естественно, происходить митинги, реквины, приуроченные к этой дате. У нас в Фонниках пройдет фестиваль переселенцев. Начинается, по-моему, 22-го, по датам я уже могу где-то ошибиться, он тоже, значит, это такое интересное мероприятие. У нас пройдет мероприятие молодежная акция со свечами в день трагедии, значит, тоже в одном из южных наших черновольских районов. Традиционно в городе Гомеле у нас наш институт, Министерство по чрезвычайным ситуациям, вы знаете, у нас там в скверике есть церковь, которая выселена, которая с выселенной деревней перенесена в город Гомель. И там проходят очень интересные с участием церкви, с участием вот этой молодежи, естественно, государственной власти. Очень интересные митинги, настолько интересные. Потом, значит, уже в церкви идет продолжение там панихида, именно приуроченная к этой дате. То есть у нас в каждом классе, в каждом проходят классные часы, встречи с ликвидаторами. Естественно, у нас на территории Гомельской области проживает более 30 тысяч ликвидаторов. И, конечно, мы каждого из них постарались, попросили все трудовые коллективы, чтобы обратили внимание, чтобы где-то бы не оставили их без внимания, пригласили на эти классные часы, провели с ними какие-то встречи, беседы, чтобы были в виде круглых столов, в виде вопросов-ответов, чтобы молодежь могла поспрашивать, побеседовать, задать свои наболевшие вопросы. Потому что все-таки 30 лет, такая годовщина, и дети, те, которые еще не знают, должны об этом знать. Потому что очень важно, я вам хочу сказать, информация доходит прежде всего от детей в семью, точно так же, как и в первые годы аварии сейчас, она приходит от детей. Родители внимательно слушают, как задают, какие вопросы задают дети, хотят на эти вопросы отвечать. И если ребенок сам принесет эту информацию, все у нее, это тоже очень важно. Поэтому мероприятий у нас огромное количество. Те же научные наши институты, и медицинские, и Белорусский институт на железнодорожном транспорте, и университет тоже проходит там конференции. Ну и, естественно, с участием наших специалистов мы тоже будем принимать участие, отвечать на вопросы. Потому что у нас большой опыт работы, я вам хочу сказать, огромный опыт работы. В республике это единственное управление, которое благодаря нашему руководству в Гомельской области сохранено, так как наша область больше всего пострадала, и территория нашей области по сравнению и с Российской Федерацией, с Украиной, и по сравнению со всей республикой Беларусь. И вы знаете, когда радиоактивное облако накрыло республику Беларусь, практически весь Стронций и Цезий, он, к сожалению, радиоактивным облаком остался на территориях наших населенных пунктов. Дорогие друзья, давайте будем едиными. Давайте будем вместе, вспоминая и самые счастливые, и самые трагические страницы нашей истории. gomeldefisregion.by – это адрес сайта Гомельского облсполкома. Следите, пожалуйста, за всеми новостями в эфире наших телеканалов. Мы будем вместе, мы будем во всем участвовать. Скажите, пожалуйста, за 30 лет Гомельская область, Беларусь, мы научились решать те проблемы, которые поставила авария перед нами, потому что потеряли мы 235 миллиардов долларов США. Потеряли мы каждую отрасль народного хозяйства. Расскажите, пожалуйста, как сегодня оценивается результативность всех мероприятий по восстановлению и по возрождению. Ну, я вам хочу сказать, у нас в Республике Беларусь существует очень стройная система власти, структура, понимаете. И благодаря этому у нас в Республике есть государственная программа по преодолению последствий аварии, которая произошла в 1986 году. И если говорить про вот наши вот эти, значит, программы, которые в Республике действуют, то уже на сегодняшний день с 15-го года, с 16-го года у нас действует шестая государственная программа. И то, что я уже говорила, было три завершено союзных программы совместно с Российской Федерацией. И действует до конца 16-го года четвертая государственная программа. И, конечно, перед каждой программой стояли свои определенные задачи. Если первых 10, даже до 2000, как я говорила, 2008 года у нас это было основное, это переселение граждан с территорий, то последнее десятилетие, как и организации объединенных наций, так и наше правительство объявило это десятилетие возрождения, эпоха возрождения и социально-экономической реабилитации районов, пострадавших от катастрофы на Ченобойской атомной станции. И поэтому это, конечно, было очень важно. И вот в эту пятилетку, которая прошла, одно из важных для нас было направлений, это, конечно, специальные инновационные проекты, с помощью которых мы создавали новые производства, внедряли новые технологии в наших чернобыльских районах. Конечно, для создания рабочих мест, для привлечения молодых специалистов в эти районы. Это было очень важно. Естественно, первые годы мы занимались больше где-то дезактивацией, значит, сносом и захоронением радиоактивных сранений, для того, чтобы довести порядок на тех территориях, чтобы дома, так сказать, и те населенные пункты, особенно это мы и сейчас продолжаем делать, потому что на сегодняшний день на территории Гомельской области есть еще 4 тысячи, значит, домов, которые необходимо захоронить. Ну, скажем так, постепенно мы к этому идем. То есть мы там, где населенные пункты, вот посмотрите, какие у нас красивые наши Брагин, Хойники, Наровля, они асфальтированы все, естественно, дороги в этих, тоже за счет чернобыльской программы. Ну, самое главное, что они из районов, которые требовали помощи, сегодня есть определенный уже уровень социально-экономического развития, достаточно высокий. Вот, наверное, та ступенька, которую удалось преодолеть, на которую удалось подняться благодаря реализации государственных программ. Что теперь? Что теперь будет приоритетом? На сегодняшний день, конечно, я вам хочу сказать, в любом случае, хотим мы или нет, как я вам говорила, 30-кометровая зона остается, заповедник у нас остается, у нас есть территории свыше 15 кюри, поэтому для нас остается важным блок, коллективная защита населения, проживающего на этих территориях. Это получение чистой продукции на загрязненных территориях, это остается. Перевлечение кадров в эти районы строительства жилья для специалистов остается. Если у нас за эту пятилетку, что прошла, было построено 358 домов для специалистов и для, значит, социальное жилье для инвалидов, то только на 2016 год у нас уже, так сказать, в программе заложено 190 квартир и домов для специалистов, для закрепления кадров. Это тоже важно. И, естественно, поддержание вот тех, значит, производств, которые уже созданы, которые работают, чтобы они развивались, создание новых рабочих метод для привлечения. И привлечение иностранных инвестиций в эти районы, это тоже очень важно. Не столько за счет нашей программы, за счет программы, инновационной программы развития Гомельской области, тоже привлечение иностранных, за счет проекта международной технической помощи, которые идут дополнительно, как, значит, финансирование к нашему бюджету. Это тоже очень важно для наших районов. Сегодня задачи, которые ставятся перед реальным сектором экономики пострадавших районов, ничем не отличаются от планов других регионов страны. Наши корреспонденты поделились своими впечатлениями от увиденного. Внимание на экран. Чернобыльская трагедия, которая произошла 26 апреля 1986 года, разделила историю Наравлянского района на до и после. Той весной жизнь людей изменилась навсегда. Из-за последствий аварий с карты района исчезло 35 населенных пунктов из 74. Из хозяйственного оборота выведено более 20 тысяч гектаров плодородной земли. Количество жителей в результате отселения уменьшилось почти в три раза. Однако, несмотря на выпавшие на его долю испытания, сегодня район активно развивается. Современный и благоустроенный он в то же время сохранил свою самобытность. Здесь динамично развивается производство. К примеру, сейчас завершаются пусконаладочные работы на новой линии фабрики «Красный Мазырянин». Стоимость проекта 26 миллиардов рублей. Первая партия сладкой продукции должна сойти с конвейера уже в эти выходные. Это будет универсальная линия, которая будет выпускать пастилу, суфле, взбивные конфеты, двухслойный мармелад, двух-трехслойный мармелад, а также будут конфеты двух-трехслойные. Выпуск будет 300 килограмм в час. Значит, увеличится выход пастилы. Пастила пользуется большим спросом. И мы надеемся, что мы удовлетворим все потребности покупателей. С неплохими показателями в районе работает и сфера сельского хозяйства. На этой территории, которая относится к Наравлянскому сельскому совету, уже третий год проводят полевые работы сотрудники совхоза комбината «Заря». Специалисты мозорского предприятия уверены, что здесь можно получать хороший урожай. Если не брать в расчет прошлый год, когда район пострадал от сильной засухи, собирали до 10 тысяч тонн зерна. На отдельных участках урожайность до 45 центнеров с гектара. На нынешнюю уборочную кампанию прогнозов не делают, однако все факторы в пользу ее успешности. Хорошая зима. Немножко, так, не совсем много, но нормально, снегом было. Вот, сейчас влаги достаточно. Вчера прогремели грозы первые весенние. Вот, поэтому, а зима хорошая. Сейчас ведем их прополку. Вот, занимаемся внесением азотных жидких удобрений под кукурузу. Все идет по плану, и вроде бы все указывает на то, что урожай будет в этом году хороший. Эту свинотоварную ферму совхоза комбината «Заря» строили пять лет. Она рассчитана на размещение 8,5 тысяч голов. Первых животных начали завозить в январе. До конца года планируется загрузка фермы более чем на 80%. Попасть внутрь помещения нашей съемочной группе не разрешили. Вопросы чистоты и порядка на первом месте. Зато продемонстрировали автоматизированную систему кормления. Корма-кухня, все автоматизировано, значит, удобно, вроде бы понравилось, удобно и вот с точки зрения обслуживания, и для самих животных, и для операторов, значит, в принципе, ручного труда покормления нет. Все механизировано, работает компьютер, и, значит, все по счету, и все, то, что касается даже до граммах, оно выдает, значит, положено 2,500, 2,500 выдает 3, 3, значит, удобно, нормально. Динамично развиваются в Наравлянском районе и другие сферы. В начале учебного года после реконструкции была открыта средняя школа номер 2. Проведены ремонтные работы в школе искусств. Особое внимание здравоохранению. В прошлом году у нас были очень хорошие результаты, и мы один из четырех районов Гомельской области и единственный из малых районов Гомельской области, в котором достигнут естественный прирост населения. У нас число родившихся превысило число умерших. Печальные страницы чернобыльского прошлого нельзя вырвать из общей истории Наравлянского края. Современные жители не забывают об этом, но с оптимизмом смотрят в будущее, что позволяет им достигать высоких результатов абсолютно во всех сферах. К слову, Наравлянский район по итогам социально-экономического развития за 2015 год был признан победителем в своей категории. Люди настроены на работу, и уже все меньше остается разговора о том, что я уеду. Это говорит о том, что люди хотят работать, и при желании получается, и будем надеяться, что эти достигнутые результаты сохранимы в 2016 году. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лисюк. Людмила Владимировна, в нынешних непростых для всех условиях, как производство, размещенное в пострадавших районах, выдерживают конкуренцию? В сравнении с теми предприятиями, которые находятся на чистых территориях, благополучных районах, так скажем. Удается ли им находить торговых партнеров? Сегодня уже преодолели определенные стереотипы и предрассудки, какие-то, может быть, опасения того, что эта продукция может быть какой-то рискованной? Ну, если говорить о Республике Беларусь, то проблем вообще нет. А если говорить, допустим, о том, что наша продукция, даже та же молочная продукция, она у нас и востребована и в Российской Федерации, и в Москве. У нас же, вы знаете, торговые дома и в Киеве, но дело не в этом. Продукция наших предприятий, вот если мы даже возьмем Хоннинский район, значит, полезские сыры, вы, наверное, слышали, мало того, что они вкусные, но они экспортируются в 8 стран мира, даже в Соединенные Штаты Америки. Это тоже сыр, казеин, сыворотка и так далее. Вот, если мы возьмем Красный Мазырянин, это у нас тоже, наш Чернобыльский, Наравянский район, по-моему, тоже вот сейчас только что был репортаж, то же самое. Наши конфеты, они экспортируются в другие страны мира. То есть свою репутацию ни разу они не уронили? Не подвели, нет, конечно. Спасибо. Скажите, пожалуйста, ну, а местные жители сегодня готовы предлагать свои инициативы на тему того, как им улучшить собственную жизнь? Ну, я вам хочу сказать, наша Гомельская область лидирует среди проектов, если вы знаете такое понятие, проекта международной технической помощи. И вот на сегодняшний день у нас на территории области реализуется проект с содействием развитию на местном уровне Республики Беларусь, который, значит, курирует Организации Объединенных Наций, а деньги были выделены с Европейского Союза. Так вот, из 700 проектных инициатив по республике, 500 было подано, около 500, с Гомельской области. И вот те проектные инициативы, которые, это же надо было написать проектную заявку, именно местным жителям написать. Нужно было пройти конкурс, выиграть в этом конкурсе. И вот те проектные заявки, которые выиграли на сегодняшний день, они получают от 13 до 15 тысяч долларов, пусть это небольшие деньги, но это не с бюджета, это все-таки привлечение, так сказать, иностранного капитала. Это благодаря вот нашим местным жителям, которые... А во втором этапе конкурса 5 наших чернобыльских районов, именно чернобыльских победило в этом конкурсе. И 400 тысяч евро пойдет еще дополнительно в эти районы, по 80 тысяч евро на каждый из районов, который выиграл во втором конкурсе. Там идет Будокошелевский, Ветковский район и еще там 3 наших чернобыльских района. Это благодаря инициативе наших местных жителей. Я вам хочу сказать, наша область по проектным инициативам лидирует. Начинают с проекта территориально-ориентировочного развития регионов пострадавших катастрофе на Чернобыльской АЭС, который у нас был, 61 проектная инициатива. И вот всеми теми проектами международной технической помощи, которые реализуются на территории Гомельской области. Ну, я хочу сказать, что это очень хорошее свидетельство того, что какой-то комплекс жертвы Чернобыля мы все преодолели. И люди сегодня активны и в состоянии сами о себе заботятся и не ждут, что кто-то придет и будет решать их проблемы. Скажите, вообще, сколько сегодня населенных пунктов у нас еще остается в зоне загрязнения и какая часть населения области проживает? На сегодняшний день, если из 1 миллиона, ну, 1 миллион 400 с чем-то у нас проживает на всей территории Гомельской области, более около 900 тысяч человек проживает в районах свыше 1 кирилл, в том числе и город Гомель, относится к зоне радиоактивного загрязнения. Если говорить о населенных пунктах, это более 1 200 населенных пунктов, которые еще остались в зоне загрязнения. Последнее постановление, которое было принято в январе этого года, 94 населенных пункта, они вышли с территории, значит, грязных в чистые или вышли на территорию более, скажем так, мягкую в отношении радиоактивного загрязнения. На протяжении трех десятилетий государством делалось многое для этих территорий. Самое основное – водоснабжение, газификация, строились дома, открываются производства, мы сегодня их видим, выпускающие востребованную продукцию. Но, наверное, красноречивее всего о том, как люди живут на этих территориях, будет говорить демографическая статистика. Остаются ли молодежь, рождаются ли дети, о чем говорят цифры? Ну, я хочу сказать, если говорить про демографическую статистику, то мы возьмем такой момент, как рождаемость детей. И если нам, допустим, сравнить, значит, последний год, 2015 год и 2014 год, да, ну вот последние пятилетки наши, то в 2015 году по сравнению с 2014 году родилось на территории Гомельской области на 1200 детей больше. Вот, а если в процентном отношении, значит, это около 12 процентов плюс у нас идет. По сравнению, я имею в виду Чернобыльские районы, по сравнению с другими районами. То есть у нас дети, так сказать, люди живут, молодежь прибывает, специалисты у нас обеспечиваются жильем, и цифры говорят о том, что есть возможность и желание возвращаться и жить на своих родных территориях. Спасибо, Людмила Владимировна. Следующий вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Вы уже... Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы получить ответ на такой вопрос. Вот показываются в основном Бараганские, Наравлянские районы, потом, ну, много других чернобыльских пострадавших. Самый меньший, я вижу, Витковский район, особенно поселок городской Светиловичи. Там, в этом поселке, конь не валялся. Ни один начальник, он до туда не доезжает. Ни дорог, ничего. Мост как-то сделали более-менее, но хотелось бы что-то лучшее. По-моему, до того, в этом Светиловичах ничего вообще не делается. Дальше немножко, есть 3 километра, что осталась деревня, Железники. Туда, наверное, вообще забыли, когда там было. Хотя люди там живут. Там даже на кладбище черт ногу сломит. Хотя бы сельский совет добрался туда, чтобы какие-то парадки понаводить в округе. Хотя люди еще живут. И хотя бы вот то на Роле, то у Брайани. Спасибо, мы вас поняли. Спасибо большое, Людмила Владимировна. Пожалуйста, о перспективах Ветковского района. Ну, я вам хочу сказать, если говорить про Ветковский район и конкретно про деревню Железники, так я просто могу вам даже вот привести пример. В 2012, ну, начиная с 2012 года и 2018 год, строительство гостиничного комплекса «Дом охотника». Ну, целых 0,6 миллиона долларов частной предприятий с Россией. То есть человек, который сам родом, значит, с Ветковского района в Железниках будет строить такой гостиничный комплекс. Это вот я даже просто говорю о том, что даже частники приходят в эти районы. Если говорить про саму Ветку, Ветковская больница, я имею в виду районная больница, она великолепная. Если посмотреть больницу, которая была, значит, в самих Светиловичах, тоже прекрасная больница. Правда, там на 60 человек вопросов нет. Я вам хочу сказать, допустим, в этом году нет, но в прошлом году я была там в медицинском пункте, и я бы не сказала, что на сегодняшний день в Ветковском районе, значит, не вкладываются деньги. Очень много денег вкладывается в Ветковский район и в медицину, и в дороги, и в газ, и в артезианские скважины, строительство артезианских скважин. Точно так же наравне с другими районами. Конечно, есть где-то что-то не хватает. Конечно, каждому человеку хочется немножко чего-то больше. И когда он проживает в своем населенном пункте, есть какие-то маленькие недостатки, ему кажется, что ему чего-то не хватает. Я просто не взяла статистику, но могу молодому человеку, который задавал мне вопрос, если он мне позвонит, я скажу, какие суммы денег были вложены в развитие Ветковского района. И поверьте мне, они немалые. Посмотрите на саму просто даже. И в те же Святиловичи точно так же. Тем более, Святилович у нас, являясь населенным пунктом, расположен в зоне свыше 15 Кюри, мы очень долгое время, именно до 1 января 2008 года, в свое время, мы оттуда отселяли людей. А потом, когда все-таки этот населенный пункт остался, и люди остались там жить, мы стали восстанавливать. Точно так же, как и остальные населенные пункты. Ну, где-то, тем более, я вам хочу сказать, те деньги, которые идут в район, они идут по заявкам райисполкома. И направляются. Ну, наверное, вот на территории Ветковского района действительно размещено, ведь много старых кладбищ, и туда люди приезжают на Радуницу, собираются, да, больно видеть, если что-то не так, если где-то беспорядок, если в твоем бывшем населенном пункте, где ты когда-то жил, плохие дороги, то сердце кровью обливается. Но, наверное, в том, чтобы немножко побеспокоить сельский совет своими вопросами, своими предложениями, инициативами, это ведь тоже зависит от жителей, прежде всего, Ветковского района. Давайте продолжим. Скажите, пожалуйста, люди, которые потеряли здоровье, ликвидируя последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которые много лет на этих территориях работали, которые столько отдали этой земле, они сегодня имеют право рассчитывать все-таки на какое-то внимательное к себе отношение и на то, что кто-то им поможет в решении их проблем, куда им обращаться? Если вы имеете в виду категорию ликвидаторов, люди, которые ликвидируют последствия аварии, я вам же говорила, что на территории области их 30 тысяч человек, но есть такое понятие, как ликвидатор, который в результате аварии еще и приобрел инвалидность. И, конечно, если у человека уже есть инвалидность первая-вторая группа, и этот человек не работает, государство такую категорию людей охраняет. Есть дети, чья инвалидность тоже связана с Чернобылем. Есть люди, которые получают пенсии, связанные с Чернобылем. Это те люди, это незащищенные социальные слои населения, которые получают определенные льготы и компенсации от государства. Если уже какие-то определенные, конкретные есть проблемы у людей, конечно, нужно обращаться и в исполком, и в наше управление. Мы значимую поддержку всегда получали от различных международных организаций. И вот теперь это сотрудничество выходит на новый уровень и строится уже на партнерских началах. Расскажите, пожалуйста, у кого и в каких сферах востребован уже наш гомельский опыт? Ну, я вам хочу сказать, вы, наверное, знаете о том, что после аварии на Фокусимской АЭС более 30 делегаций посетило Гомельскую область. И вот сегодня у нас было японское телевидение, и на прошлой неделе, и на следующей неделе приезжают. И я вам хочу сказать, на сегодняшний день, конечно, опыт, который приобрела именно Гомельская область в последствиях ликвидации аварии, он бесценен. Он для... и уже на сегодняшний день наша страна является экспертом вопроса преодоления последствий катастрофы. И вот тот опыт, который имеют и наши ученые, и наши государственные структуры, и те научные и государственные учреждения, которые решением правительства и президента после 2006 года были переведены из города Минск в город Гомель, потому что вся чернобыльская наука и администрация практически сосредоточена в городе Гомеле. Мы имеем такой огромный опыт, что на сегодняшний день это очень важно в мировом сообществе, и особенно, конечно, важно для той же Японии, у которой произошла вот такая авария в 2011 году на Фокусинской атомной станции. Поэтому наша страна является экспертом. Какая наша помощь им нужна, Людмила Владимировна? Вот о чем они просят, когда сюда приезжают, когда смотрят на то, как мы живем? Они же не представляли, кто мы, какие мы люди, какая наша жизнь обычная, повседневная, и чему они удивляются? Три вопроса их интересуют. Я просто с ними общаюсь все время. Первый вопрос. Каким образом мы преодолели радиофобию, и как быстро это у них пройдет, потому что они боятся своих детей и беременных женщин выпускать на улице. Второй вопрос. Каким образом мы получаем чистую продукцию на грязных территориях, у нас действительно прекраснейшие разработки наших ученых, и у нас есть что показать и что рассказать. И третий вопрос. Сейчас дезактивация территорий, вот как мы производили в первые годы после аварии, и каким образом все это происходило, наши, опять же, наработки по дезактивации. И, естественно, вот сейчас уже их, вот последние, значит, делегации волнуют все-таки, каким же образом мы восстанавливаем эти территории, и каким образом мы поднимаем и возрождаем наши пострадавшие территории. Нам есть чем гордиться, нам есть за что себя уважать, и чем поделиться с другими. Спасибо, Людмила Владимировна. Заместитель начальника управления по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Людмила Лесюк сегодня была нашей гостьей. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова